МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Процесс пошел. Состояние косаток и белух из бухты Средней изучают специалисты Российского министерства природы. Все эти материалы будут собраны и переданы на консилиум. И дальше мы будем определять судьбу каждой особи персонально. Гастрономия от франкофонии. Уникальный фестиваль французской культуры проходит во Владивостоке. Мы участвуем второй год в Гудде Франц. У нас люди набирают обороты, им нравится, начинает Франция, больше и больше. Восьмой канал продолжает эксклюзивную рубрику в ТОП-5. Сегодня рассказываем о взрыве метеорита над Камчаткой и празднике Ханами в Японии. Каждый год в середине марта в Японии начинается настоящее волшебство. Цветение сакуры – одна из главных достопримечательностей страны восходящего солнца. Также в выпуске. Замечательная зима выдалась этой весной. Все о последствиях циклона, а также о грядущем снегопаде во Владивостоке. И еще расскажем осторожный и очень упитанный. Дальневосточный леопард заворожил иностранных фотографов. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Жители Владивостока все-таки дождались первого достаточно серьезного снегопада, пусть и в середине марта, а не зимой. Еще ночью 21 марта по всему Приморью прошли осадки. Сначала шел дождь, который постепенно с понижением температуры перешел в снег. Синоптики предупредили о возможной гололедице. К слову, дороги Владивостока, обработанные противогололедными реагентами, спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий», заранее вышла на места дислокации и своевременно начала обработку. В уборке задействовано более 120 единиц различной техники. Это тракторы-щетки, спецмашины для распределения реагентов. В целом, осадки не вызвали нарушений в жизнедеятельности Владивостока. Серьезных проблем на дорогах также не зарегистрировано. Между тем, шквал ДТП произошел на краевых трассах. Автомобилисты отправляли машины в кювет. Два утренних ДТП произошло в Уссурийске. Подписчики предположили, что всему виной летняя резина, в которую многие уже успели переобуться или не меняли вовсе из-за бесснежной зимы. В районе села Кневичи утром черная иномарка съехала с дороги. Небольшое ДТП на заснеженной дороге Лесозаводск-Шмаковка снял очевидец. Белая Тойота столкнулась с микроавтобусом. Серьезные повреждения получил автомобиль на дороге между Осиновкой и Ивановкой. Между тем, это не последний снегопад в городе и крае. Синоптики обещают очередное ухудшение погоды уже в субботу. Жители Дальнего Востока предлагают обратить внимание на образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт. Именно такие предложения высказаны в программе по развитию региона до 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев во время рабочей поездки во Владивосток. Опрос проведен во всех субъектах, как в электронной форме, так и в формате живых встреч с людьми. На специальный сайт dv2025.ru поступило 16 тысяч предложений. Больше всего из республики Саха, Хабаровского и Забайкальского краев. Во встречах приняли участие 143 тысячи дальневосточников, тройка лидеров – Забайкальский край, Якутия и Приморье. Поступившие предложения переданы руководству регионов. Трутнев также обратил внимание, что ряд проблем можно решить уже сейчас и не дожидаться итогов разработки программы. Между тем, сама программа должна стать документом, который объединит все необходимые меры по улучшению состояния макрорегиона. Ученые-эксперты рабочей группы, созданной при Минприрод России, совместно с приморскими специалистами приступили к изучению состояния косаток и белух, которые содержатся в Центре адаптации морских млекопитающих, расположенном в бухте Средняя в Приморском крае. В среду были взяты анализы крови у шести косаток из десяти. До конца этой недели комиссия из Москвы планирует завершить эту работу. Подробности в нашем следующем материале. Для проведения ветеринарного обследования животных и условий их содержания, а также определения дальнейшей судьбы мормлеков, собрана группа из 12 ученых-экспертов. Это представители рыбохозяйственных институтов, институтов Российской академии наук, ДВФУ, специалисты Центра океанографии и морской биологии. Перед учеными поставлена задача провести комплексное обследование физического состояния и здоровья животных, а также условий их содержания. При выявлении каких-либо заболеваний будут предложены индивидуальные программы лечения. У нас запланирован параллельный отбор на несколько лабораторий и разных институтов. Часть анализов, анализы крови, например, клинический анализ. Берем мы анализ, который будет обрабатываться здесь, во Владивостоке. Мы берем анализ, который будет отправлен в Москву и будет обрабатываться в институте прикладной ИП РАН имени Сеченова. И таким образом мы получим независимые оценки. Также на каждое животное будет составлена подробная анкета, включающая информацию о физическом состоянии, рационах питания и индивидуальных особенностях. Все эти материалы, какие медицинские препараты принимала, какую витаминопрофилактику получала каждая особь, все эти материалы будут собраны и переданы на консилиум. И дальше мы будем определять судьбу каждой особи персонально. Так как косаток всего 10, решили именно с них начать сбор анализов. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами. Евгений Черёмухин, Дмитрий Беломеснов, новости на восьмом. Дорожную карту палеоативной помощи разрабатывают в Приморье. Олег Кожемяка подчеркнул, важно развивать это направление, при необходимости используя опыт других регионов. Уже введены дополнительные меры поддержки и стимулирование медработников. Ведется подбор помещений под отделение. Сейчас в крае в них 38 коек, а под наблюдением выездных патронажных служб более 200 пациентов. Карта региона отразит все организационные возможности Приморья в этом направлении. Специалисты просчитают обеспечение препаратами, обезболивающей терапией, разработают логистику, продумают необходимость лицензирования учреждений. Особое значение в дорожной карте уделят обслуживанию пациентов с привлечением не только медиков, но и сотрудников социальной сферы, волонтеров и духовенства. Улучшить качество жизни больного человека – это стратегическая задача, резюмировал Олег Кожемяка. Дорожная карта будет предусматривать формы поощрения для тех, кто ухаживает за больными и механизмы контроля за оказанием данной помощи. 24 марта во всем мире проводится День борьбы с туберкулезом, чтобы привлечь внимание общества к этому опасному легочному заболеванию. Главная цель – повышение осведомленности населения планеты о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по ее ликвидации, о методах профилактики и борьбы с ней. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 4,5 тысячи человек. Специалисты противотуберкулезного диспансера, Роспотребнадзора, Центра медицинской профилактики рассказали о методах борьбы с недугом на специальной пресс-конференции. Если говорить о заболеваемости туберкулезом в Приморском крае, то у нас снижение происходит заболеваемости, хотя она и превышает показатели и Российской Федерации, и Дальневосточного федерального округа. Но положительные тенденции у нас имеются, и мы надеемся, что в следующем году мы уже заболеваемость населения снизим ниже эпидемического порога. Для этого предпринимаются все усилия и медицинским сообществом, и администрацией края, которая, понимая эту проблему, в прошлом году нам выделили сертификаты на покупку флюорографических передвижных флюорографов, которые позволяют выявить туберкулез у наших жителей Приморья вне зависимости от нахождения медицинской организации, в которой они могут пройти флюорографическое обследование. И поиск здоровья, который выезжает, он тоже сопровождается флюорографом для того, чтобы как можно раньше выявить туберкулез и его вылечить. Чем раньше он выявлен, тем лучше и быстрее он лечится. К слову, выбор даты не случайен. В этот день, в 1882 году, немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза, который потом получил название «палочки Коха». Это существенно расширило возможности для диагностики и лечения заболевания, от которого в XIX веке умирал каждый четвертый. Но даже сегодня туберкулез по-прежнему является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире. Далее к другим темам. В Приморье планируют увеличить размер компенсации затрат на приобретение и установку спутникового оборудования. Это коснется тех приморцев, кто проживает вне зоны охвата цифрового эфирного телерадиовещания. Сегодня размер компенсации составляет до 6 тысяч рублей. Первоначально он был принят на основе разъяснений Минкомсвязи России без учета цен в регионе. Новый расчет включает затраты на доставку до места жительства. Он составит 8 тысяч рублей. Для граждан, проживающих в отдаленных территориях Красноармейского, Пожарского, Тернейского районов, предусматривается увеличение до 10 тысяч рублей. На эти цели в бюджете Приморья предусмотрено 12 миллионов рублей. Напомню, Россия с этого года переходит на цифровое вещание и полностью отказывается от аналога. Для принятия сигнала, если на него не рассчитан телевизор, потребуется специальное оборудование. По регионам мероприятия проходят поэтапно. Приморье перейдет на цифру 3 июня текущего года. Приморцы активно приобретают недвижимость, копят деньги и рефинансируют действующие займы. В 2018 году на розничном рынке сложилась благоприятная ситуация. Ставки по некоторым видам кредитов находились на историческом минимуме. Население реализовывало отложенный спрос. Откладывать определенные покупки было уже нельзя, поэтому рос объем выданных займов. О том, какие тенденции наметились в сфере розничного кредитования, в сюжете Катерины Матвеевой. Приморцы активно берут ипотеку, в том числе и в новых домах. Доля покупки жилья в строящихся объектов выросла с 15 до 20%. Однако эксперты не спешат связывать спрос с редакцией закона о долевом строительстве, а скорее с тенденциями рынка. Спрос, он, собственно, будет всегда. Так это, опять же, возьмите наш Приморский край, где доля, допустим, стройки, она, ну, несущественная. Да, она вообще несущественная. А возьмите там центральный регион России, возьмите Москву, Санкт-Петербург, там, не знаю, Москва, группа компаний ПИК. Они строят там 55 микрорайонов одновременно. Потому что спрос есть у населения. И я задавал такие же, собственно, вопросы, она, говорит, не влияет, все раскупательность, а викотлована. Поэтому, ну, поверьте, что... А чем Приморский край отличается? Собственно говоря, наверное, ничем. За прошедший год ВТБ выдал Приморцам 4 тысячи кредитов на приобретение жилья. Объем ипотечных займов увеличился на 45% и превысил 10,2 миллиарда рублей. ВТБ реализует несколько программ по приобретению жилья. Самые популярные – программа «Люди-дела» для госслужащих и работников бюджетной сферы. Также пользуется спросом программа «Больше метров», «Меньше ставка» и «Победа над формальностями». Средний размер ипотечного займа составил 2,6 миллионов рублей против 2,3 миллиона рублей годом ранее. На долю ипотеки приходится 60% розничного портфеля банка в регионе. Вторым по популярности у населения является кредитование наличными. Банк выдал в Приморье таких кредитов на сумму 11,1 миллиарда рублей. Прирост за год составил почти 50%. Розничный портфель, если брать в разбивке, допустим, по продуктовой линейке, он увеличился на 20% и достиг почти 43 миллиардов рублей. По привлеченным средствам банк удвоил практически привлеченку, и уже к концу года портфель только по депозитам был порядка 40 миллиардов. Это тоже приличная цифра. Такой год оказался очень хороший. С 1 марта ВТБ возобновил участие в государственной программе льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Кредит могут получить семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также граждане, впервые приобретающие авто. Для жителей Дальнего Востока размер субсидий составляет 25%. Программа пользуется большим спросом у приморцев. Также с 1 марта банк запустил новый сберегательный продукт «Копилка». Доходность по нему достигает 8% годовых. В целом активный подъем розничного кредитования вызван стабилизацией российской экономики и отложенным спросом населения. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Хруст французской булки. Журналисты Восьмого канала попробовали страну любви на вкус на фестивале французской культуры. Дальневосточный леопард устроил фотосессию для туристов из Индии и Монако. Около тысячи детенышей Ларги родились в морском биосферном заповеднике Приморья в этом году. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС. Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юля Ракотская. И мы продолжаем. Хруст французской булки. Журналисты 8 канала попробовали страну любви на вкус на фестивале французской культуры. Дальневосточный леопард устроил фотосессию для туристов из Индии и Монако. Около тысячи детенышей Ларги родились в морском биосферном заповеднике Приморья в этом году. В рамках недели франкофонии во Владивостоке проходят несколько мероприятий, призванных привлечь внимание горожан к французской культуре в разных ее проявлениях. Так, 24 марта состоится конкурс монологов на французском языке. Победитель получит в подарок двухнедельные каникулы во Франции летом. А уже сейчас жители Приморской столицы могут попробовать еду страны любви. Три владивостокских ресторана присоединились к международному фестивалю французской гастрономии «Гуд де Франс» – «Вкус Франции», проходящему в 150 странах мира уже в пятый раз. В одном из них побывала наша съемочная группа. О том, что предлагают посетителям, расскажет Дмитрий Беломеснов. Впервые фестиваль «Вкус Франции» прошел в 2015 году. И с тех пор в тысячах ресторанов по всему миру подают ужин во французском стиле. Это своеобразная дань уважения кухне страны любви. В этом году шеф-повара со всего мира объединят свои усилия, чтобы предложить французский ужин под знаком высокой кухни. Не осталось в стороне и столица Дальнего Востока. Да, мы участвуем второй год в «Гуд де Франс». У нас люди набирают обороты, им нравится начинает Франция больше и больше. Все просто узнают за это. Но так посетителям нравится Франция. Своим гостям Владимир предлагает специальный сет. В него входят сыры «Морбье Синдерелла», «Монте Блун» и «Клорин», суфле из гребешка с яблочным мороженым, говядина по-бургундски и террин из перепела. Мы берем перепелку, обжариваем ее с легонца, добавляем овощей, провариваем, пропариваем, добавляем вина, все это взбиваем, затем формуем в форме и выпекаем. После чего даем постоять и в течение трех часов приобретает насыщенный вкус и аромат. При готовке блюд шеф-повар придерживается французских рецептов, однако добавляет и свои авторские изменения. Например, в суфле есть частичка «Приморье». Классическое приготовление с суфле. Завариваем желтки, выпекаем по специальной температуре в духовом шкафу. Просто добавляем тонкую нотку гребешка туда, чтобы почувствовать море. Вино и сыр – два элемента, без которых не обходится вся французская кухня. Французы уверены – нет лучшего аккомпанемента к кухне страны любви, чем хорошее вино. Да и сам напиток – прекрасный ингредиент очень многих изысканных блюд. Вино придает такую нотку, сливочное масло тоже свою особенность. И говядина приобретает такой сливочный вкус, и овощи свою пикантность. Также к сету «Самеле» подбирает бокал французского вина. И несмотря на то, что фестиваль длится всего четыре дня, организаторы отмечают, что даже за короткий срок жители Владивостока в полной мере смогут ощутить вкус высокой французской кухни. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Не только вкусно поесть, но и культурно обогатиться можно в дальневосточной столице. Впереди выходные, а это отличный шанс посетить одну или несколько образовательных и развлекательных и прочих площадок нашего города. Выбрать поможет моя коллега Анна Бережная в традиционной рубрике «Афиша». Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. И сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Премьера в театре имени Максима Горького. Фривольная драма на грани морали «Опасные связи». Этот ставший сенсацией своего времени остросюжетный роман дает остроумную и откровенную картину жизни французской аристократии, посвящающей большую часть своего времени адюльтеру и интригам. Коварство и доверие, добро и зло, любовь и ненависть, дружба и предательство настолько переплелись в опасных связях, что сразу не отличишь одно от другого и не поймешь, кому уже верить – жертвам или хищникам. Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. Гала-концерт к 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова дадут на Приморской сцене Мариинского театра. Начало в 19.00, стоимость билетов от 300 до 3000 рублей. Впервые во Владивостоке Джеки Гейдж выступит на сцене Приморской филармонии. Американская джазовая певица и композитор, горячо полюбившаяся слушателям не только у себя на родине в Нью-Йорке, но и по всему миру в своем творчестве сочетает элементы традиционного джаза и медленного айрон-би. Начало в 19.00, стоимость билетов от 1500 до 3000 рублей. А в главных анфиладах Приморской картинной галереи открыта выставка «Академия путешествия из Италии в Санкт-Петербург». Новая экспозиция дополнила постоянную русское искусство XVI – начало XX веков. Теперь у публики есть возможность не только познакомиться с произведениями живописи 15 итальянских мастеров, но и увидеть общие черты и своеобразие путей развития академической живописи в Европе и в России. Стоимость билетов от 100 до 300 рублей. Дальневосточный чемпионат «Грувдэнс Чемп» состоится в Театре Андеграунд. Именитые хореографы из разных уголков России будут судить чемпионат, а 24 марта передадут желающим свой опыт и информацию на мастер-классах. Начало в 10.00, стоимость билетов от 800 до 1000 рублей. Гала-концерт победителей дальневосточного конкурса вокалистов «Молодые голоса» пройдет в концертном зале Дворца культуры железнодорожников. В завершении мероприятия объявят победителей и наградят лучших вокалистов. Начало в 15.00, вход свободный. Премьера в Театре молодежи «Шум за сценой» – самая известная и популярная комедия Майкла Фрейна, которая с огромным успехом идет по всему миру на театральных подмостках. Что может быть интереснее в театре, чем за кулисье, где творится порой что-то невероятное? В этой искрометной комедии драматур помещает театр в театр, сплетая судьбы актеров и их персонажей, доводя действие спектакля до комического абсурда. Начало в 18.30, стоимость билетов от 500 до 700 рублей. А на сцене Театра ТОВ дадут спектакль «Семейный портрет с посторонними». Начало в 18.00, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Любителей кошек приглашают на выставку «Продажу котят» в торгово-развлекательном комплексе «Черемушки». На выставке представят популярные, редкие и эксклюзивные породы кошек и котят от самых больших до самых маленьких. Начало в 11.00, вход свободный. Спектакль «День рождения кота Леопольда» дадут на сцене Театра кукол. Забавные похождения двух озорных мышат, безуспешно строящих козни доброму и воспитанному коту, учат ребят простой и важной истине. Нельзя относиться к окружающим грубо и агрессивно. Надо стараться находить со всеми общий язык. Или, как повторяет кот Леопольд, «Ребята, давайте жить дружно». Начало в 12.00, стоимость билетов 300 рублей. Концерт мелодии, сошедшей с экрана, состоится в Приморской филармонии. Начало в 18.00, стоимость билетов 500 рублей. На отчетный концерт гитарной студии «Престиж» приглашает Приморская картинная галерея. Руководитель студии Дмитрий Красников, преподаватель, композитор, лауреат международных конкурсов и премий. Уже пять лет обучает детей и подростков в профессиональной игре на гитаре. Ребята продемонстрируют свое умение исполнения разнообразных произведений от классики до рока. Программа предлагает не только сольные выступления. Вы услышите дуэт, трио и, конечно, ансамбль. Начало в 17.00, стоимость билетов 150 и 200 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Дальневосточный леопард устроил фотосессию для иностранных туристов. Гости поделились уникальными кадрами таинственной и скрытной кошки, а также рассказали о волшебной встрече. Снимки были получены из специального укрытия на земле леопарда. Два туриста из жарких Индии и Монако прибыли в Россию с надеждой на встречу с редкой кошкой. И перед ними предстал один из сторожилов земли леопарда – самец Тайфун, который, кстати, изрядно набрал веси. Чувствуя себя хозяином этих мест, он медленно прошелся перед объективами. Каждый шаг зверя сопровождался оглядкой. Казалось, будто он чувствует, что за ним наблюдают. При посещении земли леопарда гости были впечатлены достижениями учреждения в деле сохранения редкого зверя. Земля леопарда – единственное место в мире, где турист может увидеть дальневосточного леопарда в естественной среде обитания. Он вышел к нам словно из сказки. Я видел леопардов в Индии и Африке, но встреча с дальневосточным подвидом оказалась волшебной. Увидеть такую кошку на фоне снега – невероятно. Это несравнимо с наблюдением за животными в зоопарках. В глазах дикого зверя читается радость свободы. Прекрасно, что здесь эти животные находятся под защитой от браконьерства и вырубок леса. Делится впечатлениями гость нацпарка. Дальневосточный морской заповедник отмечает хорошими новостями свой очередной день рождения. Около тысячи детенышей Ларги родились на островах архипелага Римского Корсакова в 2019 году. Вести охрану акватории и научные исследования заповеднику помогает квадрокоптер – подарок от Фонда защиты дикой природы. Отмечу под охраной морского биосферного заповедника. Более 64 тысяч гектаров территории, из которых 63 тысячи – акватория. Заповедник был создан для сохранения природной среды, наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого, генофонда морских организмов, а также научной деятельности. Видовое разнообразие насчитывает более пяти тысяч видов растений и животных. Благодаря новорожденным ларгам специалисты рассчитывают, что к концу апреля, когда на островах заповедника соберутся животные и всех возрастов, можно будет насчитать более 4 тысяч тюленей. Мы продолжаем рассказывать вам о том, что удивляло, радовало, а где-то даже шокировало пользователей интернета. Сегодня покажем и расскажем о празднике Ханами в Японии, новой программе для рисования взрыва метеорита над Камчаткой, а также как выйти победителем из любой ситуации. Все подробности у Дмитрия Беломестного в рубрике в ТОП-5. Каждый год в середине марта в Японии начинается настоящее волшебство. Цветение сакуры – одна из главных достопримечательностей страны восходящего солнца. Ежегодно миллионы туристов приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть, как расцветают эти деревья. Перед цветения сакуры называют Ханами, что означает любование цветами. Эта традиция появилась при императорском дворе, а потом распространилась на всю страну. В ней японцы видели глубокий смысл. Красота и быстрое увядание цветов сравнивалось с жизнью человека. Сеть покорил новый флешмоб под названием «Треугольный танец». Пользователи со всего мира объединяются в тройки и пытаются повторить простые, на первый взгляд, движения. Поколение искусственного интеллекта уже среди нас. Компания NVIDIA показала разработку, а именно нейросеть Gaugan, которая позволит превратить схематическое изображение, подобное тем, что рисуют дети в Paint, в реалистичные картинки. С его помощью любой станет художником. Камеры японских и американских спутников зафиксировали момент взрыва метеорита над Камчаткой. Это произошло еще в декабре 2018 года, однако видео стало доступно только на днях. Подобные события, по оценке астрономов, происходят 2-3 раза за столетие. Как заявили в НАСА, мощность взрыва космического тела составила 40% от мощности взрыва Челябинского метеорита в 2013 году. Она достигала 173 килотонн в тротиловом эквиваленте. Ученые подсчитали, что во время взрыва образовалось в 10 раз больше энергии, чем после детонации атомной бомбы, которая уничтожила Хиросиму в 1945 году. Баскетболист Майкл Скотт показал, что из любой ситуации можно выйти победителем. Во время матча между командами Милуоки Бакс и Филадельфия Сикерс спортсмен вылетел на трибуну и отхлебнул напиток прямо из стакана болельщицы. Зрители просто не перестают восхищаться грациозностью спортсмена и добавляют, что, кажется, разгадали секрет победы команды в матче. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире 8-го канала. Дмитрий Беломеснов, новости на 8-м. В интернет-среде Владивостока обсуждают не менее интересный ролик. Двое экстремалов забрались на Владивостокский Биг Бен. Это произошло на перекрестке улиц Семеновской и Океанского проспекта. В самом центре Владивостока сообщают электронные средства массовой информации со ссылкой на социальные сети. Здесь выложено видео, на котором молодые люди карабкаются по конструкциям фасада многоэтажного здания, известного своими часами. Чем кончилось дело, пока неизвестно. Однако стоит напомнить, что местные экстремалы любят покорять высотные здания и известные мосты Владивостока. И то и дело отмечуются своими выходками в социальных сетях. Далее к новостям спорта. Юные футболисты стран АТР проведут турнир во Владивостоке. Бадминтонисты Примурья выявят сильнейшую команду в крае. Искусство карате покажут спортсмены на дальневосточных соревнованиях. Подробности у Максима Яковлева. Международный футбольный турнир пройдет во Владивостоке. Уже традиционные юношеские соревнования между командами стран АТР примет стадион кампуса ДВФУ. В этом году в матчах поучаствуют футболисты 15 и 17 лет. Помимо двух владивостокских команд, представляющих школу «Луча», спор за награды поведут игроки из города Нерюнгри, юные армейцы Хабаровска, а также две иностранные команды из Китая и Республики Корея. Соревнования пройдут по круговой системе в пять туров, поэтому на выявление победителя уйдет целая неделя. Открытие международного турнира состоится на стадионе ДВФУ 24 марта в 11.00. Итоги же футбольных баталий спортсмены подведут 29 числа. Стоит напомнить, что в прошлом году победителем турнира стал Хабаровский СКА, а «Приморский Луч» занял вторую строчку. Бадминтонисты «Приморья» скрестят ракетки во Владивостоке. Командный чемпионат края по этому виду спорта пройдет в спорткомплексе «Востокспорт». В этом году участники будут разделены на три лиги. В Лиге А встретятся самые опытные и самые старшие спортсмены. В Лиге Б борьбу будет вести молодежь. А уже в С силами померяются дети до 13 лет. Ожидается, что своими командами в составе 10 человек похвастают самые разные уголки «Приморья». По правилам соревнований каждый коллектив Лиги сыграет со всеми по очереди. Матчи будут проходить в одиночках, парах и микстах. Старт предварительных игр состоится 23 марта в 10.00. Чемпионаты первенства Дальнего Востока по карате пройдут в Приморской столице. В турнире примут участие более 350 спортсменов со всего округа. Соревнования сведут на ковре детей, юниоров и даже взрослых бойцов. Участники покажут свое мастерство в индивидуальном и командном ката, представляющем собой технический комплекс, а также в спортивных поединках кумите. Помимо медалей и кубков, каратисты разыграют места в сборной Дальневосточного федерального округа, чтобы в дальнейшем от ее лица выступать на всероссийских соревнованиях. Торжественное открытие зрелищных выступлений по карате состоится 23 марта в 13.00 в спорткомплексе «Восход». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Замечательная зима выдалась этой весной. Снег прошел по Приморью. Во Владивостоке осадки не наделали серьезных бед. Процесс пошел. Состояние косаток и белух из бухты Средней изучают специалисты Российского министерства природы. В Приморье планируют увеличить размер компенсации затрат на приобретение и установку спутникового оборудования. Гастрономия от франкофонии. Уникальный фестиваль французской культуры проходит во Владивостоке. Двое экстремалов забрались на Владивостокский Биг Бен. Это произошло на перекрестке улиц Семеновско-Океанского проспекта. Около тысячи детенышей ларги народились в морском биосферном заповеднике Приморья. Защитить их поможет подаренной уникальной территории квадрокоптер. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Восемь новых пингвинов Гумбольта успешно прошли карантин и переехали в экспозицию «Полярный мир» Приморского океанариума. Сейчас они привыкают к незнакомой обстановке нового дома, условия в котором максимально приближены к природным. Знакомство со сторожилами прошло в теплой дружеской обстановке. Птицы сразу перемешались и образовали общую стаю. Сейчас в экспозиции живут 14 пингвинов, семь мальчиков и семь девочек. Орнитологам отлично известны привычки и повадки каждого из них. Именно поэтому они с легкостью следят, чтобы во время кормления никто не съел чужую порцию. Затем, как птицы уплетают корюшку и мойву, смотрим сейчас без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok